В этом докладе проводится обзор магматизма планет земной группы. Причина любого магматизма связана с тепловой машиной планет. Вот здесь представлена максимально упрощенная тепловая машина таких планет. Она состоит в том, что планета теряет внутреннее тепло. Это универсальный однонаправленный процесс, и он определяет геологическую эволюцию планет. Магматизм и тектоника – это наиболее выразительное проявление потери тепла планеты. Давайте рассмотрим поподробнее эти процессы для каждой из земных планет. Начнем мы с таких спорчих вещей. Вот мы в универсальных планетах. Это планеты внутри ракета Юпитера, начиная с Меркули, Генера, Земля-Луна-Марс. Вот они здесь. Они сильно отличаются от планет географии, которые находятся на дальней рубежах Солнечной системы. Если посмотреть на сравнительные объемы этих планет, видно, что здесь две большие, две маленькие и МАСССР. Разными могут быть механизмы тепла. Есть ли какие-то универсальные компоненты таких машин? Объемы здесь пока стоит непросто, потому что объем определяет запас внутреннего тепла планеты. И этот запас определяет, в свою очередь, видимость работы тепловой машины. Ну, давайте сначала посмотрим на землю. Конечно, все это уже прекрасно знают, но это нужно иметь в виду. На земле реализован особый вулканно-техтонический стиль. Все его знают, кто-нибудь его видят, все основатели этой концепции. Все хорошо знакомы с принципием этого механизма. Разрастание коры среди на пейских литах, вращение пейской атмосферы под генитальную, лукаин здесь, здесь. Все очень хорошо. Вот это такая всем известная модель работы главного механизма потери тепла земли. Ну, вот свидетельство этого механизма. Мы знаем, что поверхность земли разбита на серию жестких алитосферных бритв, где, в общем-то говоря, и сосредоточен в основном земной вулканизм по границам бритв. Есть экстрагентные границы, по сути дела экстрагентные планицы, вулканизм по земли в Турции. И там и там разные вулканизмы. Транспорные границы не очень хорошо проявлены вулканическом отношении, но, тем не менее, разные типы вулканизма связаны с разными границами бритв. Я говорю сейчас, подчеркиваю, мы говорим сейчас пока что о границах бритв. Это важно отметить, потому что потом будут говорить о земной вулкан. Ну, вот два разных типа. Это просто такая красивая иллюстрация того, что происходят, скажем, на эгрегентной границе. Ислание, чтобы не нырять по туры смоечной поверхности. Ислание – хороший пример. Спокойные зрения обмены зрения обладательного слаба. На границах столкновения таких ингредиентов, а механизм проявлен совсем по-другому. Вот такие словечные зрения происходят. Но, есть еще один тип организма, который развит на земле. И который, ну, как бы, теряется на фоне вот этого перехода держанного механизма мультиплитного вулканизма. Это мультиплитный вулканизм. Вот, хорошо известный классический пример такого мультиплитного вулканизма – это, говорят, императорская цепь вулканов. Они выражены, как, включительно, цепи таких крупных вулканических построек. Есть другой тип. Это и плато-базальные подобщенные провинции, открытые слоистой толщей базарковой плавки. И вот этот механизм, по сути дела, работает на других планетах, потому что на всех остальных планетах, кроме Земли, на всех планетах Солнечной системы, которые мы знаем, там нет признаков мультиплитного. Ну, это еще один пример вулканической активности в ноги-близной. И вот, что важно отметить здесь. Есть два типа проявления механизма. Во-первых, есть крупный мультиплитный. Большой особо давает. Формируются обширные, высокостоящие, но все-таки сконцентрированные в одном месте вулканические построек. Между прочим, вот эта вулканическая гора – самая высокая гора на Земле, в большом же Малкуре. Есть второй тип мультиплитного мультиплитного мультиплита. Вот такого типа. Это Платобазальт. Там, в общем-то говоря, нет крупных вулканов. Если там есть вулканические вулканические вулканические, то это не значительно, но они, эти Платобазальты, очень широко обеспокоящие. И представляют собой, ну, субринзонтальную с виду мультиплитных слоев. Ну, это общеизвестные вещи. И вот, люди смотрели на эти образования. Извините, это определение вот этих крупных мультиплитных в провинции, они, наверное, по-английски. Вот классическое определение после нынешнего трансформа. Они описывают это, я бы сказал, нынешнего трансформа. Потом, после повода и работы изучения этих таких провинций, появилось новое определение Брайана и Бенста, в котором они вводят количественные характеристики вот этих провинций. Они говорят, что они такие большие, столько такого объема, такой площади. Что важно отметить здесь в этом новом определении, то, что они, Брайан и Перст, вводят сюда понятия. Это, конечно, хорошо перед землей, потому что мы действительно знаем, что вот эти вулканические образования становились быстро. Но вот такое определение, к сожалению, не вводит вулканизм других планет из оснований, потому что, как правило, мы знаем деятельность формирования этих вулканических провинций вне земли. Мы можем только оценивать по косменным признакам, как они работали, как они формировались, долгое переход. Вот. в основном распределение этих провинций по поверхности земного шара. Оргинальное, исходное определение оснований, бы сказал, на морфологических. Особенность этих, этих образований и отделяет их, явно, в основном отделяет их от границ Бит. Новое определение, вот я уже говорил, включает длительные формирования. Это опасная вещь для межпланетных исследований. И для того, чтобы рассматривать вулканизм планет в контексте крупных вулканических провинций, надо все-таки операться, в первую очередь, на морфологическую составляющую этого понятия. Ну, надо проверять, кажется, на первом случае, по возможности определять длительность этих процессов. Ну и так, значит, суммируем землю. Что можно сказать? Есть два типа морфологических морфологических провинций. Плата базальты, вот они были. Так, плоские, ровнины, без вулканов. И цепи металлические, металлические горы, они были в контексте. Что уже на других планетах? Давайте будем смотреть, что делается на других планетах. Начнем с Луны. Наибольшим образом будет предвиженное планетное тело. Вот она. Здесь, вот показаны ее параметры. Видите, что она маленькая. Ну, здесь такие, что это спутник считается. Ну, спутник, да. Это формальное определение. Ну, по сути дела, это планетное тело, определенная оболочка, это формальная планета. Самые маленькие из черных планет. А абсолютно доминирующий процесс на этом теле – это ударная экстрактозаврация. Потому что вся поверхность планеты, вот эта ударная экстрактозаврация. Вально отметить здесь особенность строения поверхности – это она выражена в гектаре. Вот мы видим Луну, мы видим светлую область, темную, темную, массовую область. Она – это гектарминь вверх. Ответа, темная, светлая. В моря всегда на сурсах вынижения хреньета. В возрасте – в морях всегда на мороженое, чем в окружающей материи. И в природе вещество. Значит, вот здесь, в материковой области – это мегареголит, мегабрекчия. В общем-то говоря, и все так очень плохо говорить, анастатического состава. В морях, и все так очень плохо говорить, это базальтурый покров. Вот как выглядят моря и геонисы. Вот они здесь, вот эта спектральная съемка. Главный булканический булканиц Луни – это моря. Важно отметить здесь вот что. На Луне нет булканов. Есть маленькие булканчики, гаорь, булканина, довольно много. Но основная часть булканических провинций Луны – это вкладки равнины, гнедности. Подробные, в общем-то говоря, земные платы базальтур. А вот размерное распределение морских образований. Они, в общем-то, крупнейшие из них, вполне попадают в размеры земных, анастатических провинций. По площади сравнимы по объему. Они, конечно, меньше. Мы можем оценить, и введительно, конечно, но мы все-таки можем оценить мощность морского заполнительного метода. И в два километра – средняя оценка. И, конечно же, там доминирует базальтурно. Мы не известны и в образцах, привезенных на Землю, и в метеорит на веществе, и по морфологии. Не базальтовый материал механический, но от него очень мало. И вот, надеюсь, он же не играет существенной роли. Основная роль отведена базальтом. Вот как проявлены эти пропинции морфологические. Бывают муполам. Вот такой мупол. Освещение у нас вот с этой стороны. Потому что вот эта нейтральная депрессия. И вот профиль этого вулканчика увеличена в масштаб 2 раза. Потому что это сильно плотно. Вот. Таких муполам есть, но их немного. Много вот таких образований. Это лавовые русла. Видите, это такая депрессия. Вот там вот здесь на противе. Бывают длинные, десятых километров. И что важно, для формирования таких русел, нужны очень большие расходы излиять. Потому что лавными расходами не обойдешь. нужно постоянно подавать и быстро, и много раскладов материала, чтобы прорезать вот такое русло. Видите? Ну, для большого, еще 10 минуты не маленькая, но лучше, наверное, руслица не облигающая. И еще на поверхности лунных морей в редких случаях все-таки видны лавовые потоки. Вот эти лавовые потоки очень большие. Они протяженностью многие сотни километров. Вот такие и такие образования, в общем-то, говорят о том, что излияние будет быстро. Не сделаешь канал медленным выступлением лавы на поверхности. нужно многое быстро выбрасывать с этого материала. Не сделаешь поток длиной пятьсот километров, если вы будете выдавать материал медленно. И это нужны большие, быстрые извержения. Может быть, это говорит о том, что, как и на земле, длительность формирования вот этих образований была сравнительно маленькой. Но мы не знаем это с точностью. Мы можем сказать, что вот это излияние конкретное происходило быстро. Ну, какие-то годы. А за сколько времени накопилась здесь вся толща лунного моря, мы сказать не можем. Вот еще что можно сказать о лунных морях. Как правило, они нарушены структуры медленные структуры. И это признак свойствует лучше. Для того, чтобы это такие оманливые структуры, которые формируются в ослойных субстратах. Ну, по поверхностное выражение, это декормация этого структуры. А здесь прямое свидетельство того, что лавовое заполнение состоит в своем. Вот порт кратера. Вот я его пробовал. Вот здесь нищий кратер, вот здесь поверхность моря. Вот здесь видны сирии слои. Это поверхность моря, состоящая из отдельных лавовцев. Подобно тому, что мы видим в землю под глазами. Теперь о возрасте. Вот эта диаграмма показывает площади, видимые площади морского заполнения, растянные по гриму. Мы можем определять возраст поверхности его в карточной статистике. Или есть такой человек, который долго и упорно и благотворно работал с этим счетом, оценивая возраст разных областей, пределы поскольку и полный полный. В общем, вот такую географию. Мы видим, что длительность в слове украизма на Луне значительная. Примерно 3 миллиарда лет. Но и вперед приходится где-то вот здесь. В английский период длительность где-то полмиллиардов, 0,8 миллиарда. Но опять же, мы определяем этот возраст по карточной статистике. Карточная статистика единственный, по сути дела, способ определенного возраста, но он все-таки друг, вот этот способ. У него очень низкое временное решение, так что мы не можем сказать, вот этот пик, он состоял из одного пика маленького короткого. Или это были продолжительные, постепенные изменения. Скорее всего, это все-таки были такие, и гиги вулканические отмилочки, которые были в форме ранее вот таких опротяженных потомов или русел. И кроме того, хочу опять же подчеркнуть, где нет вулкана вулкане. А для того, чтобы сделать крупный вулкан, нужно постоянно довольно медленно продавать расслабленный материал вот через Американу. Для этого строится вулканическом транспорте, взрячей из плосковства. Меркурий. Меркурий, в общем говоря, такой же как Луна, ну конечно, побольше, но вот ненамного тяжелее. Это его крупное металлическое ядро. Процессы примерно те же самые, что и на Луне, атмосферы, главный процесс ударных пространствования, вулканис важен, и его довольно много. Вот как выглядят механические проявления на Меркурии. Часто там бывают вот такие образования, которые называют главы. Но, опять же, нет крупного вулкана, как на Луне. Это важное обстоятельство. Здесь, на Меркурии, как на Луне, в общем-то говоря, мы имеем дело у личного плана базара. Здесь мы видим факту распределения лавовых равниновой пули. В общем-то говоря, здесь тоже так проявлена дикотомия поверхности в отношении вулканина. Ясно, что основная доля вулканических образований, сканцевирования в северных полушариях и висковых полюса, они разделены равномерно по всей поверхности планеты. Но мы не можем ничего сказать вот в единстве, формирование военных двадцать московых исполнений на Меркурии. У нас недостаточно данных для этого. Враждатор и статистики еще помогают, потому что никто, в общем-то, пока не занимался целенаправленно на выседении отдельных, на выседении метроцов отдельных областей механических. Важно отметить здесь то, что, когда мы смотрим на поверхность культурья, мы не видим здесь ярко выживания на льбедренних долей, такой, как на лунии. Возможно, это говорит о том, что состав лагеряковой части культурья похож на базальтовое заполнение. Иногда в обедные эти детали сливаются, нет контраста. Ладно, бокс из Меркурия. Меркурий, в общем-то говоря, такой же, как Луна. Давайте перейдем к Марсу. Марс, вот он здесь, это такая средняя планета по размерам, лично земная, находится в посередине между маленькими и большими, конечно, ближе к маленьким, где-то небольшой, а на Марсе есть атмосфера и есть признаки воды. И вода обнаружена в настоящее время, просто в длинуми наблюдениями, лед, естественно, воды, но есть много различные признаки течения воды в далеком прошлом. Тем не менее, все-таки на Марсе, на Луне и на Меркурии доминируют ударные кратеры образования. Мулканизм проявлен. Есть обширные мулканические провинции, и, конечно же, здесь он, как на Луне и на Меркурии, есть в Луне. Здесь на Марсе нету, хотя бы признаков. Когда-то человек по фамилии Слик, еще начальник изучения Марса выдвинулся после того, что северные на Марсе, это результат деятельности. Но подтверждение этой картины так не нашла. То есть, опять же, на Марсе мы имеем дело, как и на Меркурии, проявление в Луне и северном планете. И здесь, в отличие от Луны и Меркурия, есть два муководичных типов вулканов, вулканические образования, такие, как мы видим, на Земле. В первую очередь, это наиболее впечатляющие образования, это, конечно же, крупные вулканы. Вот один из таких вулканов, Гараксия, вот ее разрез, вы видите, какой ее диаметр, какая у нее высота, но это не самый крупный маурсианский вулкан. Широко проявлены на Марсе и лавовые равнины. Вот они ручеют вот так. Вот у них типичный профиль, это плоская поверхность, без всяких существенных регуляций, без признаков мукрано-центрального типа. И там, и там требовалось базальтовой лавы. Но это оцениваемый, во-первых, комплекс вулкан. Это такие протяжонные плодырки. А во-вторых, свидетельство каждой съемок, который показывает преимущество базальтового состава. И что важно отметить для лавовых равнин, это вот эти, а вот извините, предприятия, которые мы не делали на луне и на луне и на луне и на луне. Это свидетельство того, что толчая глухоническая характеристика состоит из один пластов. Я хотел вставить сюда кусочек, который показывает слои. Есть изображение, но вулканические образования по поверхности Марса. Давайте начнем с вулканов центрального типа. Преоплодают, вот они показывают большие вулки, формируются в результате последних влияний большого количества обожательных объявлений. Но есть, когда очень мало, всего раз, два, три, три штукки, вот вулкан вулкан. Вы видите разную монфологию. Здесь гладкая поверхность не нарушена ничем, а вот здесь очень хорошо проверенная эрозионная картина разбива цмон. И скорее всего, вот такая картина на склонах вулкана, кроме того, что вот эти вулканы формировали за счет эрозионных влажений. Это были вулканические древес, выбросы большого количества веков и шлаков. Хотелось сразу думать, что это какой-то непосредственным вулканом. Потому что у нас часто связаны вот такие эрозионные извержения с вылосами вещества, непосредственно, скажем, антизитовой картинике вулканом. Но проще всего, на самом деле, объяснить это результатом взаимодействия магматического материала, валяющего магмат с чистыми помещающими породами. Потому что на Максе есть вода, а есть лёд. И вот такие вещи формируются при внедрении, скажем, магических тел в мёрзглые ворота для пустановки. Недавно, скажем, недавно будет движение вулкан, не могу вернее, вулкан, мы вулкан. Вот она, да, ещё раз, это самая модера, вот они, раз-два, и вот связаны сзади, как они не греете. Малый вулкан. А у нас все известные, вот такие малюсенькие вулканчики, ну они где-то 20-15-10 км вулканчики, совсем небольшие, с плаваловыми потоками вокруг них. Часто они связаны с радуными, сидят прямо на обратном. Радуны, видите, наверное, есть проявление проявления, проявленные удары. Когда дайк прибегается к поверхности, она разбегает бороду и над собой, он создается такой, как бы, провал. Таких вулканов на Максе их мало. Вернее, их не так уж мало, но они ценноточены практически только в одном месте. Здесь, здесь, здесь они, ценно-ценно, это такое, темя королиции фактики. Вот эта королиция фактики, мы про них об одном поговорим. Подраст этих образований дисперитических, вообще большинство вулканических по площади наиболее распространенные вулканические управления связаны с приростным дисперитическим делом Макса. Здесь средние вулканы, так называемые, балаи. Вот так. Это такие плоские, не высокие вулканические подстройки. Ну не большие по земным метрам, Малусянские, маленькие, диаметры, большие глядеры иногда на поверхности, видны иной раз следы размыва, может быть это какой-то градулкан или что-то в этом роде. Их тоже не очень много, они сосредоточены здесь в Фоксилии и в Провинции Вики. Но самое, конечно, впечатляющее проявление вулканизма центрального на Марсе это вулканы-гиганты. Вот пример такого вулкана, это гора Алим, вот она здесь, 25 километров высокой, 600 километров в диаметре. Он весьма олимпийно закрывает полностью. Вот, если сравнивать, ну, один вулкан Марса, где это один вулканс, со всей многовольческой императорской земли, вот получится такое соотношение. Примерно до трех, три раза больше один вулкан. Вот один вулкан раз, два, три, четыре, пять, и вот здесь шестой. Женщин не так уж много, но, тем не менее, они огромные. И это значит, что на протяжении длительного времени вот в этих местах существовал устойчивый канал поступления магнитной поверхности, которые, например, вулканы такие построили. Причем поступления это было периодически и не так уж быстро. А в вулканах развитые, в общем-то, видимые вулковые потоки, которые и сгрули, в конечном итоге, такие вот посты, такие вот сооружения. И эти вулканы молочи, они там и заняты, эти вулканы есть. Ну, аналогия Марса разработана не так, чтобы уж хорошо. Вот мы видим, вулканы Марс, он начинается с трехмиллиардов, значит, архея земной, и он считается молодой Марс. Ну, вот это считаются молодые вулканы Марса. Есть, правда, свидетельцы на того, что вот в вулкане Марсия, есть по марсианскому меркам совсем молодые лавовые потоки, им где-то возраст порядка 200 минут. Лавовые потоки – это второй тип применения механизма на Марсе. Как правило, они занимают большие точки. Вот фиолетовым цветом здесь вот это показаны вот эти самые лавовые потоки. В основном они дисперитические. Есть парочка вот этих вулкан, более древних образований, но дисперитских на них есть. Вулкан, как и в других в лавовых провинциях, обсутствуют вулкан. Вот на этих вулкан не вулканщиках поставят. Если они есть, они проемные позиции, как вот здесь, вулкан. Вулкана, они наложены вот на этот выпас лавовых материалов. Здесь, правда, другая ситуация. Вот там вот эти вулканские, возможно, вулканские образования, вулканы эксплозивного типа, они предшествуют формированию вот этих обширных плодров. Мы не знаем их длительность формирования. Ну, не можем мы их подценить, естественно. Но, судя по тому, что они формируются на больших учрениях, в морфологии везде одинаковые, и нет крупных вулканных построек. Наверное, все-таки процесс формирования вот таких образований на мастер, вулканических плодров, будет быстрым. Сразу быстро сброшено тепла и формирование обширных вулканических плодров. Вот особенность этих лавовых равнин заключается в том, что в некоторых случаях мы все-таки видим источники зимы. Вот, вот такая кальтера, подобная структура, называйте милипадера, сидит в центре крупного вулканического плато, чуть-чуть из Белича. Вот она выглядит вот так. Но, это не постройка большая, вроде, а просадочная структура. То есть, это какое-то просадка справедливости в мире. Если сравнивать все марсианские лавовые, известные, с горой Олимпус, мы поможем, что вот такая вещь. Все марсианские лавовые области, вот эти, в диалетовые области, в общем-то говоря, меньше к размеру, чем одна на горах Олимпус. Один здесь крупнейший лавовый область. Я еще раз раздавил, что еще щит. То есть, в основном, механизм Марса связан длительным процессом ментонирования в лавовый областях. А вот такие сбросы тепла во вшипных областях играли в конфиденцию. Теперь мы перейдем к мини, к инопланетам. Вот она здесь. Венера такая же, как Земля, почти такая же, как Земля. Это не очень плотная атмосфера состоящей из кислоты. И вот там, на этой планете, в отличие от всех остальных, просто землей, не доминирует ударное храдообразование. Это планета, которой поверхность вулкана хитоничен. Это ударные храдры из Марики. Вот раздавление планет, вот Венера, вот в нее объем. У нее достаточный тепловой потенциал, чтобы длительно поддерживать эндогенную активность, в отличие от этих малых планет земной группы. Мы потом увидим, как завтра являются эти образования на малых планетах. Так, теперь, такая скучная, казалось бы, не относящаяся к локализму картинка, в том числе, важна на линее, мало ударных храдров, в том числе и число. Вот, все ударные храдры у меня показаны здесь. Для сравнения, показаны ударные храдры на Марсе. Другие 32 килогенов. И другое чистое количество. Малое количество кратров означает, что поверхность обладает. Потому что, когда поверхность старта, на ней есть шансы находиться большого количества кратров. Вот сравнительная хронология земных планет. Вот она у Венеры здесь. Основная доля истории у Венеры, в смысле, мы не знаем, что будет. И вот мы можем оценивать только самые последние 10-11% в истории планеты. Я называю этот период Гриптониум. Вот, и еще два другие. А примерно, вот этот последний период в истории Венеры, соответственно, не разложен. Еще одна важная особенность Венеры – то, что там очень другое. 500 градусов с квадратами. Здесь, если не напоешься, примерно, давление большое. И, что важно отметить, там нет разности температур. Что на ватре 500 градусов, на полисе 500 градусов, там нет градиента давления, нет активной литровой деятельности. Ну, уж, конечно, нет воды. Вот это поверхность Венеры – прижизненная распаленная пустыня. Вот для сравнения – Немеля, вода во всех фазах. Но отсутствие воды на Венере не дает возможности активно разрушаться ландшафтом, который когда-то были созданы. Мы можем их изучать, касательно карбанданных артеров от Венеры. Два процесса в Венере на Венере – механизм и титоник. Венера, в общем-то говоря, в механической плане – вот карта, которая показывает распределение механических комплексов Венера. Все, что показано цветом, – это механические провинции. В белом показаны механические комплексы. При линере, как на Марсе и на звере, механизм проявляется в форме. Это механические равнины – основная часть этой поверхности, и в покойке центральной чактора типа. Таким образом, на Венере, в общем-то говоря, фактически вся поверхность Венера производит самую единую ровную монтоническую традицию. Вот так выглядит морфологически поверхность венерианской страны. Есть два главных типа этих равнин – основные щитовые равнины и гиональные равнины. Вот щитовые равнины. Видите, это такие маленькие вырышки? Это маленькие вулканические поступки. Они действительно небольшие. Тут 20 километров. Тут раскиняется на другое. Где-то 5-10 километров. Два, две, три. Вот такие. Но их очень много. Когда я прикидывал количество этих вулканов, получается у меня где-то порядка полумиллиона. Вот такие вот взималили. И, видимо, это были источники лавы вещества, когда пишутся на поверхности. В региональных равнинах мы источники вещества, как правило, дневидии. Это вот темные территории дневидии и центральные. Это не только, из которых родилось в этом потоке лавы. Это такая сектором ударная структура. Таким образом, из почета, результат отрыва валидов в атмосфере. Вот другой тип равнин. Лопастные и гладкие. Лопастные равнины, в отличие от всех остальных, из шех случаев, состоят из многочисленных лавовых потопов. То есть это результат совсем другой стимул вулканизма. То есть мы посмотрим еще разочек. Значит, здесь, ну, данный центральный актив, который, по всей вероятности, представляет собой источник вещества. Здесь мы источник вещества не видим. И здесь мы не видим, в отличие от лавовых потоков, не включен им от вот таких властей, в некоторых случаях. Лавры. По всей вероятности, состоят из многочисленных лавовых потоков. Наслаивающих дорог отбывают яркие и темные. Причем, хочу тоже сказать, что это радарная картинка. Не фотоизображение. Мы не можем посмотреть на поверхность линеры научным способом. Это радарное изображение поверхности. И яркость здесь означает шероховатость поверхности. То есть темные области такого типа – это гладкие. Ну, типа канатных лав. А яркие – это весьма шероховатые поверхности. Вот другой тип. Лавры. Так у нас и гладкие равнины. Действительно гладкие, беструктурные. Бывают они связаны с областными часто, но бывают связаны с ударными графами. Значит, можно гладкие равнины представлять собой результатом падения тонкой фракции выбросов. А как распределена поверхность и чем подлинные эти равнины? Ну, щитовые равнины. Это зеленая верна, щитовые равнины. Примерно 18% поверхности. Причем это только видимая площадь этих равнин. Минимальные, соответственно, площадь, потому что они часто перекрыты более поздних равнин. Важно отметить то, что с щитовыми равнинами связаны часто вот такие образовательные. Это, как называемые, трудословные попова, которые по апологии своей отличаются от всего остального. Вот такие блины с трудными краями и интерпретируются они как результат излияния более вязкой лавы. Она может быть, например, погрешена в Газовом музее, когда подбазательные эти, она тоже будет вязкая. Это может быть расплав, обогащенный присталными. Ну, тот будет вязкий. А может быть, это проявление расплава обогащенного сюрпа. Значит, мы смотрели на возможные последствия каких-то кодиц, и выясняется, что базальтовая пена не проходит. Эти попова включаются на разных отсылках, и они не стремятся концентрироваться где-то в низких областях поверхности, где давление самое большое, и там атмосферный слог задавливает регозацию, и такими плавами сменивается. А для того, чтобы создать расплав богатыми кристаллами, как оно может. У нас есть такие образования известные. В Африке, там, какая-то хаша, изливается, она богатыми кристаллами. Она тоже вязкая. Но это такие очень специфические условия формирования. Тут очень нужен такой полный баланс между застыванием магнат-каллией, подачей нового расклада, выдавленными этой кашиной поверхностью. Вряд ли это можно объяснять в этих упалах, которых много. Нет, но они большие. Скорее всего, это излияние расплавов более богатым всего два, чем обычные базары. Региональные равные. Вот эти синие поля, это региональные равные, другие разности их есть. Важно отметить то, что на поверхности региональных равнир частные длинные каналы. Они подобны к лавам и кружкам на Луне много раз длиннее. А самый длинный такой канал имеет 2,7 тысяч километров. Вот. Это такая огромная река, которая и плату поездки на региональных равнир и промобалки. Для того, чтобы создать эти каналы, нужны большие расходы денег. Кроме того, сами площадью занятые региональные равнирные тоже требуют больших отсутствий. Но в пределах этих региональных равнир нету крупных равнир. То есть, это был, наверное, быстрый сброс тепла, быстрый сброс расплава в случае дарьковой комплексе вероятности, без формирования устойчивых каналов вещества, без роста крупных галканических построек. Наконец, глупостные равнирные были. Они красными показаны. И вот на них так много, примерно 10% поверхности. Что важно, что с этими главными плоды глупостными равнирными связаны крупные галканические построения. это второй тип проявления вулканин внутренней крупные вулканы. Вот это, конечно, не очень крупный, я бы сказал, даже маленький, но, тем не менее, таких есть. Это вулкан крупнее, чем типичный вулкан в считовых равнинах. И, кроме того, видите, здесь такая интересная картина радарного Альпеда это оторвочки лавовых потоков системы тягкие. Еще раз были изображения это шерохватность поверхности, переход канатных лав за позиции грибок вулкан 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 Это последнее проявление вулканина в этой горе, и, скорее всего, извержение такого типа связано с извержениями эволюционирующих пронетилицированных марок. Вот если сравнивать объемы, это, конечно, очень приблизительный расчет, но, тем не менее, можно оценить объемы вулканина разного типа. Вот щитовые равнины, возможная максимальная распространенность, а примерно половину вулканического материала, который мы наблюдаем сейчас, сложно ставить щитовые равнины. Примерно сорок процентов. А вот эти большие экраны, несмотря на их очень выразительный облик, тем не менее, они заставляют против небольшого уровня вулканических бюджетах. Вот я пытался сделать такую диаграмму, который суммировал количество гиганического грела, видимого на поверхности, это, конечно, то, что мы не гадаем, по отношению к объему самой планеты. Чтобы понять, какая из планет, как себя вела в отношении вулканизм. Ну вот Земля. Вы видите, что вулканизм абсолютно доминирует на границах. Это объем отечественных бюджетных 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 бюджетов. Венера, как ни странно, хотя она такая вся в себя вулканическая, вся покрыта вулканизм, но тем не менее, вот объем, любимый объем вулканизм, который мы можем оценить на Венере, по отношению к объему планет не меньше, чем на Марсе. Вот они здесь. Но эти вот так все молодые Венера, как эти земли. То есть Венера, видимо, не бездельничала все это время, уже работала. А вот эта самая последняя порция вулканического материала, который мы видим на поверхности, вулканина. Марс, вот он такой, прям-то здоровый, почти как Земля, но вулканизм, он состоит здесь, в первых начальных, когда он в ангаром один планеты, где этот дом тревог миллионов, где-то там назад. И основную долю в этот вулканизм, вносит та самая Фоксида. Это огромное плотно, пять тысяч километров с прибережней, с этой высотой. Был оценен, была оценена мощность лавров на Фоксида. Можно это сделать по угарным трактам, опять же. Получается много, сколько вулканисты, сколько вулканисты, сколько вулканисты, сколько вулканисты километров. И вот Луна, Луна маленькая, тем не менее у нее какая-то точка вулканизма, отношение вулканического материала к объему планеты довольно больше, чем, например, люди, плитые вулканисты Земли. Теперь надо поговорить о том, как это фоксировалось. Плюс, опять же, пазмидаминами в самую классическую, прибаваясь в отбиратку из полиции. Вулканические острова, саммономерное уменьшение возраста, вулканах центрального типа. Хорошо объясняется эта модель концепции стационарной горячей точки. Эта концепция не связана с рецептированием форм материала по механизму титоники клей. Вот это такая картинка, которая, в принципе, показывает, как я могу работать. Раздел невромантия, прожиженный слой на границе существования, есть признаки существования больших паровинций еще более жидкого материала, есть свидетельства формирования плюмов. Эта концепция говорит нам о том, что помимо постоянно действующего конвейера шептоники клей, у нас есть еще другой механизм текла, это потоки раскаленного вещества, положительного вещества, от раздела кароматик поверхности. Они, может быть, и ответственны за формирование за устойчивые каналы, формирование устойчивых каналов применения магического материала к поверхности и формирование клубных построек. Но все так просто, хорошо построек, а как быть с патопоскальцами? Тут тоже, в общем говоря, материйные плюмы и гиоперы объясняют довольно многое. Вот у нас амблюм подходит к поверхности к галактическому барьеру ветослежа, раскручивается, плавится декомпрессионно, и из головы плюма, в социальных тонн. Выдается большое количество распалованных поверхностей, и нумеруются плавные базары. А если там продолжает работать космос, то на этом месте возникает устойчивый канал поступления вещества от поверхности, и здесь, кроме того, появляются крупные вулканы. Так что, вот это не полезно, но это теперь уже, скорее, теория формирования луканических проявлений земли за счет поднятия галактических декомов для галактических поверхностей объясняет многие характеристики земных луканических проявлений. И, видимо, такой же механизм может объяснять и луканические проявления на планетах, которые мы прошли. Ну, вот это, как бы, приключительный слайд. Вот на Земле в Венере, что важно, постоянно действует вот этот конгренент с нектониками. Постоянное рецептирование в нектониками. На всех других планетах признаков нектониками не отмечено. Все искали, мы здесь купили на Венере, искали-искали, но не нашли. Нет таких вот извинений. То, что мы наблюдаем на Венере, вот сейчас, в последние пятьсот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот истории, периодичными, с периодичностью эндогенной активности в Валенте. Это может быть много. И до эндогенной активности в мире, один пик, например, на Луне, там, во всей Радкости, все в основном структурировано в водонном интервале. Но вот для Венеры предлагается вот такое влияние в развитии событий. Вот как появляется этот рынок на нектониковой поверхности. Ну, зал не имею в виду плата базарита, заполнение ударных бассейнов. На Марсе это крупные луканы и главы бассейнов. Вот та самая фальсина, вот такой огромный кукол. Здесь вот малые луканы, здесь вот с той стороны большие луканы. Двери тоже, где есть такие сголовые поднятия, например, плата. И проведение много образований целого типа, которые называются продуктами. Возможно, это предположение, но тем не менее, не решенное, не безумное, что вот такие оборудования, сколько нам его есть, шкала, ландшафтная лейка, это и есть проявление, вот, подвода теореток поверхности аэтосферы, ее вскучивание, просадка и разброс тепла. Вот этим с вами я хочу закончить свой доклад. Спасибо за внимание.